Музыка Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу как приготовить вкусные быстрые беляши и без заморочек. Для беляшей нам нужно тесто и нужен фарш. Для теста необходимо пол литра воды теплой, 50 грамм дрожжей, сахар, соль и мука. Для фарша, я взяла фарш, лук и соль. Как его дальше делать в процессе расскажу. Итак делаем тесто. В миску выливаем пол литра теплой воды, не горячей и не холодной. Теплой. Добавляем туда 50 грамм дрожжей. Лучше его измельчить. Да, лучше их измельчить. Так. Две столовые ложки сахара. И меньше половины столовой ложки соли. Размешиваем. Это делаю руками, потому что тесто любит тепло. И поменьше всех этих ложек и всего остального. И для теста забыла сказать, еще нужно растительное масло. Сюда мы наливаем 3 столовые ложки растительного масла. Еще раз размешали хорошо. И теперь мука. И теперь замешиваем тесто. Друзья, не бойтесь возиться с тестом. Это быстро. Не думайте, что это долго, что это заморочливо. Это быстро, вкусно и сытно. И семья у вас всегда будет сытая. Когда вам захочется чего-то вкусненького, не бойтесь завести, сделать пирожки или беляши. Это все делается быстро. В данном случае у нас на беляши уйдет 2 часа. Через 2 часа у вас уже будут горячие, вкусные, пышные беляши с чаем. Тесто надо хорошо-хорошо вымесить, чтобы оно отставало от стенок. И тогда пышность беляшей у вас обеспечена. Все, тесто наше готово. Мы накрываем его полотенечком. И ставим на час в теплое место. В течение часа пару раз подойти надо и подмять немножко это тесто. И все. Этим временем, пока тесто подходит, мы делаем фарш. Хочу обратить ваше внимание, что фарш мы лук режем. Не через мясорубку, не блендером. Только режем. Тогда наши беляши будут сочные и вкусные. Режем сначала тонкими пластинками. Отойди уже меленько, измельчай. Это один из основных секретов, правил, как хотите их называйте. Для вкусных, сочных беляшей. Ключевое слово сочные. И лука должно быть много. Знаете, как каша без масла невкусная, так и мясо любит лук. Так, вот мы лук порезали. Теперь солим. Перчим. Мы любим хорошо перчено. И еще один секрет, немаловажный. Добавляем воды в фарш. Чтобы наши беляши были сочные. Но опять-таки, мешаем руками. Чем больше рук вы приложите, тем беляши ваши будут вкусные. Фарш должен быть не жидким, как на чебуреке, но и не сухим. Так, ну вот, час у нас прошел, и вот наше тесто поднялось. Сейчас мы его будем разделывать. Для разделки теста мы стол поливаем растительным маслом. Мука уже сейчас пока не используется. Смазываем. А теперь руки в масле. И отрываем от теста такие вот кусочки. Ну, примерно, какого размера вы хотите, чтобы были беляши. Выкладываем. Сейчас мы пока его распределим, чтобы одинаковые. А потом сделаем их более аккуратненькими. Как правило, из такого количества теста у нас должно получиться 21-24 беляша. Все делаем руками. Никаких ножей, никаких других приспособлений. Ну, а теперь аккуратненькими делаем эти шарики наши. И заодно проверяем, чтобы были более-менее одинакового размера. Ну, вот мы разделали наше тесто. Получилось 26 штучек. Так, теперь перед тем, как начинать лепить наши беляши, мы зажгли их газ. Наливаем в сковородку масло растительное. Чтобы оно начинало греться. Масло наливаем в ногу, чтобы беляши наполовину были покрыты маслом. Вот. И пускай оно греется. Пока греется, начинаем формировать наши беляши. Насыпаем чуть-чуть муки. Берем заготовку нашу на беляши. Формируем лепешечку. Опять-таки, не используем ни скалок, ничего. Все руками. Кладем ложку фарша. И залепливаем. Мы будем делать открытые беляши. Формируем вот так. Все собираем серединочку теста. Расставляем небольшую дырочку. Вот она нам впоследствии пригодится. Чуть-чуть приплюсываем. И этой дырочкой кладем вниз. И продолжаем дальше. Края лепешечки делайте тоньше, чем серединка. Ложка фарша. Чуть-чуть разровняли. И от края к серединке. И вот такая красота у нас получилась. И переворачиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И опять-таки дырочкой кладем вниз И жарим на среднем огне Готовим миску для готовых беляшей. Кладем туда, ну хотите бумажное полотенце, я привыкла, обычный лист бумаги. Наши бабушки так вообще газеты использовали. Две билочки и чайная ложечка, для чего я вам обязательно сейчас скажу. Беляшики так прокручивайте, чтобы они равномерно края прожаривались. Так, ну вот мы видим, подрумянилась. Наши беляшики подрумянились. Переворачиваем. Стали воздушными, вы видите, как они аж прям выросли на глаза. И теперь ложечкой чайной мы наше кипящее масло вот в эту дырочку самую, которую мы оставляли, добавляем по две ложечки масла. От этого наши беляши будут еще точнее. И это еще один секрет вкусных беляшей. Ну все, я думаю, наши беляши готовы. Заткаем. Бумага нам нужна для того, чтобы лежит со стоворотки все масло, с теплом. И впитывалась беляши, все лёгко. Угу. Угу. Заткали. И кладем сила бельфила. Угу. 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 Вот так у нас красота получилась. Вот посмотрите. Тесто у нас как пух и в середине сочное мясо. Вот и все секреты вкусных беляшей. Приятного аппетита! Моему мужу есть чем заняться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова